Собственно, основную нашу часть, я хочу, когда я иногда неправильно ставлю ударение, потому что я сам из Беларуси, в Беларуси, мы тут чуть иначе говорят, я даже речь чуть и скажу. Я заранее прошу прощения, я не обижаюсь, когда меня поправляют, но обычно я сам знаю свои ошибки, но это такие устойчивые. Посмотрите вот этот ролик. Мы в очень высоком темпе, поэтому... А, здесь звука нет, все, господи. Попробуем, что-то все время. Где-то все. Ну, он вполне переводил. А я думаю, ну ладно, тогда я... Хорошо. Что я хочу сделать? Я проведу с вами сейчас занятие. Одно из типовых занятий, которое осуществляется в работе со студентами, и со взрослыми, и с детьми, но оно будет отличаться тем удивляющим. Первое, что мы с вами будем решать задачи, такие реальные изобретательские задачи, но взятые из разных диапазонов, то есть от маленьких до взрослых, да? Значит, кроме того, я хочу, чтобы вы были в такой активной позиции, и вы тоже порешаете со мной, то есть вы будете именно решать эти задачи. Значит, и это реальная изобретательская и исследовательская деятельность, не разговор о ней, а вот реальная изобретательская изобретательская деятельность, которую можно научить. Через мои руки прошло много ребят, и поверьте мне, значит, вот последний мой всегда год я работал с студентами и выпускниками МИФИ. Год, не год, а провел внутри сессии по субботу-воскресенье с выпускниками МИФИ. Ой, МФТИ, да, офис тех. Они сами собрали деньги. Вот первый сценарий был космонатом, я просто заставил. А вторая, ну, дочь моя, она тоже занималась, вместе с тобой, для нас это провести. Есть? Да, есть, да? Ну, тогда сейчас я включу. Ну, скажи. Да. Значит, студенты в из тех, я просто прослушал одну мую лекцию, сами самоорганизовались, или выпускники, студенты. Молодые люди, 25-30 лет, и заказали такой семинар, я учил реальному проектиру. Начиная от разработки бизнес-небольших проектов, когда он его избирает в свободе, он хочет там что-то сделать, да? Ну, пока легче. И не предусмотрел целый ряд вещей, которых я учил, как их предусмотреть. Разные методы пока. И заканчивая самым главным проектом. Потому что главный проект в вашей жизни является что? Вот, молодые люди, я хочу вас спросить. Например, что является вашим главным проектом, как вы думаете? Открою огромный секрет, если не хотите сами сказать. Главный проект в вашей жизни, независимо от того, что вы хотите в своей жизни сделать, или еще не решили что, это, собственно, ваша жизнь, которую вы должны проектировать. Это главный проект в вашей жизни. Самое главное изобретение, которое человек сделал. А это ваши дети сейчас, нет? Да. Молодец. Это, собственно говоря, те роды, которых все вот это. Я понял. Я просто своих лично детей, у меня их много, везде, где можно, таскал, на самом деле. Потому что это и самое лучшее образование. А у меня есть сколько? А? Много, у меня их 9 детей. Четыре приемных и пятеро генетических. Извините. Я отмечаю так слову. У нас... У нас, конечно, ждут, да, часа? Да, хорошо. Итак, пожалуйста, да, да, я просто хочу сейчас вам показать один ролик. Мы сделали 10 таких роликов, из них 6-7, посвященные чисто образованию. Но я хочу вам показать один ролик, называется «7-2-0», они есть в интернете, пожалуйста. И навезем. Спасибо. 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 В этой шутке. есть только маленькая доля шутки. Ведь большинство. Вот мы проснулись. Начнем пули тапочки. Вы думали? Нет. Встали. Пошли умылись. Мы не думаем. Оделись. Шли на работу. Не думаем. Будь то и на работе как правило. Не думаем. Мы делаем то, что мы нас давно научили. Повторяем и так далее. Думаем мы только тогда. Ну по большому счету. Когда встречаемся с задачей, которую не знаем как решить. Задача может быть самая разная. Важно, что мы заметили. Мы иногда просто не видим этих задач. Как я рассказывал про ребенка, который не хотел кушать. Можно же не увидеть эти задачи как задачу. И можно это увидеть как задачу. Да? Вот. В связи с этим мы думаем действительно очень редко. Ну живя своей традиционной жизнью. Мы обычно повторяем. И даже диалоги. Видишь, как люди говорят, да? Часто. И даже как выступают. Вот человек выступает в аудитории со всеми погонными знаниями. Я понимаю, что вот все, о чем он говорит, написано в газетах. И поэтому мне неинтересно его слушать. Понимаете? Это написано уже в газете. Я их читаю. Ну что я буду слушать это? То есть имеет смысл присутствовать только там, где вам скажут что-то, чего вы и так вот не можете прочесть. И так далее. В связи с этим, да. Итак. Да. Я вот чем занимаюсь в своей жизни? Моя миссия – это учить именно решить задачи. Да? Учить решить задачи. Итак. Сейчас, пожалуйста, мы начинаем с тех задач, которые сделаны для маленьких детей, на самом деле. Да? Эти задачи возникли как средство воспитания своих собственных детей. На ночь я решал с ними одну задачу. Дети обычно просили. Папа, еще! Нет! Нет! Да вы что? Я так устал. Я всю жизнь отдалял. Почему? Это прием простой. Учебу надо прекращать. Момент на подъеме. Когда хотят! Дальше! А мы же что делаем? Когда они уже устали и так далее. Ну все. Вы сегодня устали. Идите, да? А они с каким желанием завтра? Наоборот, на подъеме. Они хотят? Я говорю, все, ребята, все. Я свои глаза не на помойке нашел. Я так устал. Мне надо их закрыть уже, пора отдохнуть. Все. Я пошел отдыхать. Понятно, да? То же самое, кстати, и в школе жил. Я когда уже заканчивал свою работу. Меня выгнали со школы. Потом еще год я как-то так проработал. Ну вот в советское время еще идеологический отдел райком, потом обкома партии меня выгонял. Вот. И я еще потом проработал когда в школе. То я сделал так, что у меня домашнее задание было наградой. То есть было мизерное домашнее задание. Обязательно. Ну минимум проживаний. А получить серьезное домашнее задание? Это тем, кто хочет быть умным, да? Причем он должен быть на грану. Вы должны его завоевать. Я, скажем, подписал договор по выполнению домашнего задания. Они должны были его сдать. И раз в неделю в какое-то время. Если не сдали, я потом отказываюсь. Говорю, а что это? То есть нет уважительной причины. Я что это? Да. Тут должен проверять глаза свои, портить свое домашнее, смотреть. Понятно. В этом договоре были оказываны параметры. Вот. Что они должны сделать? Что я обязую сделать в соответствии с этим домашним заданием? И вот мы его так выполняли. И часто было, что какой-нибудь ребенок за мной ходит, говорит, а я хочу вот тоже вступить в этот клуб домашних заданий. Я говорю, ты как-то покажи себя нормально, чтобы я тебя принял. Я что до тебя рынок-то должен тратить? Вот это ценилось, понимаете? А если так впихиваешь, а как бывает в традиционной школе? А, вы сегодня плохо на уроке работали, вот вам еще задача. Значит, задача воспринимается как наказание. Вот дети улыбаются, я понимаю, и учителя тоже. Почему? Потому что вы все это знаете, да? Значит, задача – это наказание, да? Для меня задача – награда. Если новая интересная задача, это, кстати, в кайф там, понять мозги, порешать ее, порвать и так далее. А если мне все время идут как наказание, то я психологически таки воспринимаю, да? Хорошо. Так вот миф древнегреческий. Вы знаете, это древнегреческий герой, как его зовут? Персей. Персей, конечно. Его зовут Персей. Вот. Героический был парень, да? И вот ему нужно было сразиться вот с этой вот полуптицей полудамой, да? Это было Гаргона. Их было шесть сестер Гаргона. Это было самое опасное. Из них Гаргона – Медуза. Валю и Медуза. Видите, вместо волос у них змеи такие ядовитые, перья у нее были медные, она могла их не метать, как стрелы, но героев погибло уже, пытаясь сразить эту вредную, это вредное существо. Или у кого-то из них. Ни у кого не получалось. Но боги дали Персею. Что? Крылатые сандалии, чтобы он мог летать, сражаться наравне с ней. Меч, который мог разубить эту медь. И щит, да. А щит, ну вы знаете, дети первого класса не знают часто, потом был мой фильм, тех кто видел. Знают, для меня это не важно. Щит, чтобы смотреть туда в отражение и сражаться с ней. Хорошо. Теперь представьте себе, что нет у него такого щита, который отражает. Тогда как ему быть? Вот здесь начинается задача, уже решение вы не знаете. Вперед, поехали. Мы моделируем с начальной школы. Я вам буду по именам называть. Меч можно отражать. Меч смотреть. Меч может отражать. Меч смотреть, да? Вода. А какие... Отлично. Давайте... А вот тут можно записывать сейчас? Да. Я буду записывать. Смотреть меч. Смотреть... Меч. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотреть... В воду. В воду. Отлично. Дальше. Можно вообще не смотреть на слух На слух, да? Бить на слух Бить на слух А она что, кричать будет или что? Крыльями хлопают Крыльями хлопают, например, да Ну надо прислушаться, насколько там громко Если нормально бить, если нет, то надо еще Конечно, конечно Я его записал, как решение Еще давайте здесь Залетет сверху Брось на ее покрывало, пока она барахтается Бум и все, да? Как их его изощрен Значит, покрывало на груз Покрывало сверху груз Так, еще Давайте, давайте Дети, значит, 7-8 лет Первый класс Школы Монтестарии Московской На Шремне 8 решений Да, у вас пока только Я к детям даю Пока с одним она будет сражаться На втором подлететь сзади Кинуть ей что-нибудь Да, да, да Ну если она такая, а может она такая Да? Хорошо То есть, отвлечь ее чем-то Но не обязательно с сандалью Да? Отвлечь чем-то Но если солнечная погода, то тень Тень? Можно по тени рубить? Конечно, отлично Рубить по тени Можно сделать так, чтобы она не видела Например, там, пыль, газ, перец, что-то Органы осязания, маяния Закрыть этот шкалал Чтобы она не видела Так, хорошо Только вот как это сделать? То это покрывало Бросить Или еще что-нибудь? Ну, чтобы все бросить песок, пыль Бросить что-нибудь в глаза, да? Заборошить глаза А, ну при этом, когда мы будем бросать глаза Мы будем на нее смотреть Нет, зачем? Бросил целую кушать село А смотреть на нее нельзя, да? Ну, мы пока и дейзли Мы потом их покритикуем еще Пока после дейзли Да, вот как самачка сказали Там, как седаначка Да, да, развернулся туда на медицин Да, да, развернулся туда на медицин Да, да, развернулся туда на медицин Заснет, надо, чтобы ее усыпить Похормить хорошо, да? Усыпить Усыпить Как непонятно, пока... Только говорите А, точно, надо колыбельную ей спеть Да, если бы мы еще знали психологию Этих самых горгонов Может, они наоборот возбуждаются От колыбельной Я еще вопрос, можно? Попробуйте А во второй руке у него что? Во второй руке? Да сейчас ничего Он просто спит вообще Не знает, что у него Вообще он ущитывал Время сражения было По мифу, да Пожалуйста, еще раз Можно сходить домой за зеркалом? Сходить домой за зеркалом, да? Хорошо Сходить домой за зеркалом То есть, ну взять другое Печа нету, другое зеркало Ну, зеркал в то время не было Были медные именно зеркала, да? Так, хорошо Все равно зеркало Я вот сейчас борюсь в меч Запишу число-то зеркало такое Слетать домой Зачем ходить? Раз есть Так, ну хорошо, еще Начать ей говорить комплименты Она женщина все-таки растает Да Вот если бы она еще и снега была Давайте тут усыпить Заговорить Обольстить Больше слова Обольстить Да, дети вот обольстить не говорили Да Да, хорошо Еще, пожалуйста Нарядиться кем-нибудь пострашнее ее Ага, боже Право Что еще раз? Ну вот как Пострашнее нарядиться Может быть, знаете Принять образ ее же сестры И тогда она не будет его бить Представляя, что он Ну, понятно Как-то там замаскироваться Хорошо Давайте сейчас бы Коротко Как вы думаете Вы все идеи нашли? Возможно Конечно, далеко не все Хорошо Ну мы сейчас вот так Искусство чуть прервемся И я сделаю следующую фазу Значит, нашего Потому что отбуду задачу Можно весь срок решать Как это пойдет, да? Какие цели забатрировалась? Мы начинаем критиковать Ну смотрите Смотреть в нечем А это Чем это хорошо? Ну тем, что месяц при нас Уже все удобно Не надо ничего придумать А чем это плохо? Видите, я обязательно И хорошо, и плохо формирую Чтобы у детей формировать Понимание, что в каждом Есть плохое и хорошее Что в этом плохо? Да, ничего теряется Слежка Да, ну, во-первых Когда рубишь, уже не видишь А когда видишь, не рубишь Например, да? Потом меч сравнительно узкий Уже не очень удобно То мы его не совсем Ровная форма Тоже разбивает изображение Или делает его еще лучше И так далее Написали много мест А, да, может Зачем нам это нужно? Мы их всех анализируем Мы выберем лучшие В конце концов Ладно Смотреть в воду Воды может не оказаться Воды может не оказаться Да? Я нам уже Потом тоже ветер подул ряд И вообще не видно ничего И так далее Хотя идея Это правильная Хорошая идея Особенно дети Когда ее говорят Замечательно А еще, смотрите Я говорю Тут у нас еще Еще смотреть Нету больше Да? Я еще говорю Такую вещь А, зеркало принести Я говорю Ребята А мы не знаем А вдруг Если через зеркало Посмотрим Тоже окаменеешь Я вам рассказываю Весь этот миф Да? Не проверено Это же проект Как сражаться? Надо кого не жалко Сначала Мышку какую-нибудь Пусть она посмотрит Да Охаменело Через зеркало Или не охаменело Например Да То есть Нет Иногда гораздо более жестокие Решения Применяют Это жизнь Другое дело Что мы Можем это обсуждать С ними Показывать Что-то Соглашаться Не соглашаться Но это жизнь Дальше Значит Бить Да Я говорю А теперь, ребята Давайте подумаем Что если даже Посмотрел Через зеркало Охаменело Тогда Значит Целый пласт Отлетает Но возникает следующее Говорят А что если зеркало ей самой показать Если от ее взгляда Все окаменеют Может быть и она окаменеет Попробуем Да можно в конце концов Установить зеркало Вы говорите Она дама Любопытная Заглянь Туда я окаменею Вот и слава богу Не надо сражаться Идеальный конечный результат Сама окаменела От своего взгляда Идеальный конечный результат Это термин Применяемый В нашей науке Тризвом То есть Прежде чем что-то сформулировать При решении задач Середа Мы делаем это сами Учим детей уже постарше Формулируем Идеальный конечный результат То есть такой портрет Как бы того Что в конце концов Мы должны получить Есть определенные правила Формулирования Как это делать И так далее Решение задач Вот Я хочу сказать Что мы Отличаемся От Ну скажем так Тех кто выходцы Из педагогов Еще тем Что мы Инженеры Реально решающие задачи То есть у меня На счету Примерно около 200 Решенных Изобретательских задач У нас есть товарищи Которых гораздо больше То есть Вот в Москве Есть Кудрявцев Александр У которого Там я не знаю Тысяча Наверное Решенных Он всю жизнь Этим занимается Профессионально Решенных По заказу Фирм Таких Как Итальянских Американских И так далее Ну хорошо Значит И так Бить на слух Надо проверять Если она там Хорошо шелестет Все Может быть Действительно Нужно бить на слух Значит Покрывало Да Вот интересно С другой стороны Зашли Да Лишите ее Вообще Возможности Сопротивляться Что-то бросить Да Кстати дети еще А ну сверху Не у глаза Но есть опасность Да Вдруг Кстати дети Предлагаете Другие А что если Посмотреть Через Светофильм Через Зеленый Или оранжевый Может нам будет Не страшно Не окаменеешь И мы обсуждаем Целый пласт Дальше Идет А что происходит Когда смотрят Через И так далее Можно много Знаний Еще дать Заодно Задача Потому что Решая эту задачу Мы еще столько Знаний Всех Вокруг Обсуждаем И понимаем В активном Режиме Все запоминается Хорошо Или напряг А что еще Мы сверху залетели Ребята Предложили Вот Восьмилет Я в разных Аудиториях Решал В учительстве Много раз Решал Эту задачу Просто Она у меня Прорисована И говорят Облить помоями И рубить На запах Я говорю Обязательно Помоями Говорят А может Духами Если вам Не нравится Помоя И на запах Начинаем Обсуждать Плюсы Минусы Этого И так Хорошо Начинаем Влечь Раз А почему Ты не решаешь Говорят Я не могу Понять А так Что ты Не можешь Понять А там Задача Такая Тысяча Ну я не помню Там В 1898 году Там Француз Какой-то Поднялся На высоте На воздушном шаре Бросил Низмешок И дальше Задач Про этот мешок Ну традиционная Задача За сколько Времени Нападет На землю Масей Я не пойму Куда Нужно Поставить Вот этот 1898 В школе Их жестко Учительница В белой В голову Все Что В условии Задачи Должны Да Оно обязательно Должно Быть Пример Да 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 И он Сидит И не понимает А в жизни Совсем не так Вот как и решать Реальные задачи Я вам скажу Такую вещь У нас сленг Такой профессиональный Есть Знаете Как у криминалистов У них есть Такая поговорка Свидетель всегда Брёт И это правда Потому что Свидетель был В стрессе Раз он свидетель Преступления Обычно Если женщина Ее ограбили Она говорит Он был Двухметрового роста Ториама Может быть Был метр семьдесят Понятно Да То есть В стрессе Человек Все Примножает Да Есть немало Экспериментов На эту тему На самом деле Психологических И так далее Но не буду тратить Время на рассказ Это все Описано В литературе Значит И Мы всегда Говорим Задачедатель Всегда Врёт Если бы он Правильно Поставил задачу Скорее всего Он бы ее И решил Да Что такое Решение Задачи Это постоянная Перепостановка Выяснение Новых условий Что как Чего-то А было ли там Освещение На улице А была ли Луна А можно ли Применить Там Это Ну понятно Да Мы все время Уточняем Уточняем Пока в концентру Задачения Не раскрывается Как-то ее можно Решить Вот Поэтому Конечно же И с детьми Нужно решать Задачи Значит Ну вот В той парадигме Которую я Популяризовать И лабораторию Обозвания Для нового Эго Это Решение Открытой Задачи Прежде всего Намышление А не на просто Запоминание Подстановка Каких-то этих Что происходит С детьми Часто Очень много детей Я специально Маленькую Средственную работу На эту тему Проводил У меня пару диалогов Записано в книжке Прямо Билейские тему Или один Вот мальчик Умный мальчик Он у меня не учился В то время Потом учился Шестиклассник У него конфликт С учительцей физики Которая параллельно Работала Значит Я его Замок себе А я типа Отвечал за дисциплину В школе Пришел На ладь Что меня обижали Другого И Я говорю Почему ты там Сорвал урок И так далее Начинаю с ним беседовать А потом Я выяснил Продолжая эти беседы И беседу Потом с другим У меня началась такая Сельская деятельность Я выяснил такую вещь Что часто Ученики Относятся Очень преемборожительно К учителям Я бы сказал Такая доля презрения Они говорят А что Это фраза Которая сказала мне Коля Она так выпукленно Говорит А что я должен На нее слушать Она пять лет В своем институте Училась Выучила эту книжку У нее книжка с ответами А у меня без ответов Дайте мне с ответами Я тоже буду такой любым Понятно, да? То есть Там негде проявить Потому что мы шляем Но нужно знать правильный ответ И тому, кто его знает Он принципиально В одной позиции доходит Зачем тут Кто-то где знает Один из стереотипов У многих Которые я выяснил Очень интересно И так вот Все эти синонимы Значит Для решения этих жизненных задач Мы желаем определенного умения И мы понимаем Что это Те умения Которые собственно Требуют часть всю жизнь Даже в быту Потому что решение бытовой задачи На самом деле Мало отличается По способу мышления От решения задачи Научной Или там технической Если это действительно задача Ну вот я хочу показать вам образы Такие вот это закрытая задача Так Она четко очерчена Один путь решения Один ответ И это открытая задача Которая Как облачь Может быть у нее условия Чего-то там не хватает Нужно спросить Чего-то там лишнее Разные направления решения Разные ответы Могут быть у нее и так далее Хотя в отдельном случае Может быть одно направление Один, но задача уже открытая Или-то предкрытая Частично Ой А я что-то не тут сделал А Вот я вам пример Дам педагогической задачи Ох, их столько было Ну я сейчас дам пример Которая вылилась в прием Который описан у меня здесь Он очень емкий А я хотел какую-то дуку Педагогическую задачу Но я уже забыл такую Которая не описана нигде Я сейчас вспомню Расскажу Вот Вот полный опрос фронтальный Да Выходит учитель Это огромное количество школ Учителя этим занимаются Начинает спрашивать ученика В начальной школе Значит Дети Сколько будет там или там Десять или там Что такое ворона Все выскакивают Я хочу Спрашиваешь Встает И молчит Потому что ему вот Эта деятельность Интересна Он даже не успел Вопрос себе задать Понятно Да То есть Неэффективно Искаженный обратно Связь Ты не знаешь Он знал Он не знал Только того Кто спросил Так что делать В этом случае В старшей школе Там все гораздо хуже Значит Я сегодня Недавно спрашиваю Отметки есть Он так Заезжает За спину другую Тихонечко сидит Никто Постоянно руку не поднимает Потому что он говорит Выдергивает Он начинает давление Класса Там Сырёдки Что это Показывает Что ты такой Отличник А мы тут Дураки Типа и так Поэтому Задавшись Вопрос Все сидят Война Которому Начинает кого-то Спрашивать Встает Ученик Если это был Такой Как я Я был Троечник Нос Очень Отчитанная С хорошей Памятью Сравнительно Средней Слухом Необиженно Сейчас Встает И поднимает Очень медленно Пытаясь За это Время Подсказки И так далее Я начинаю Фантазировать На тему Хоть что-нибудь Надо говорить Есть шанс На тройку Выбраться У тебя Говорит Нет Ты не читал Я читал Я читал Честно Глазами Я читал Ты не готов Я учил И начинается Знакомо Конечно Считается Борьба С учителем Минут пять Мы пытаемся Учитель Пытается Мне двойку Поставить А я Вру На тройку Тут кто кого Уже По разному Где-то Подсказки Где-то Еще Чего То есть В результате Скажу Обратно Связь Обман Проблема Оценив Я поставил Себе Какой-то Момент Для школы Построить Систему Отношения С учениками Такой Который Исключен Обман Вообще В принципе Списывание Подсказка Все это Принципиально Скажу Это Было Для меня Важнее Чем Обучение Физики Для начала Вот это Есть Обучение Жизни То есть Мы с детства Приучаем Всякими Такими Способами То, что Нужно Хитрить Нужно Это Вот Настоящее Образование Не то, что Мы Декларируем А то, что Выпускаем В качестве Хитрости Обмана И так далее Вот это Настоящее Образование Вот так Эффективно Работает Наша Школа Она Учит Жульничать Хитрить И так далее Это Товарищем Академиком Хочу Молчал Хочу Сказать Так Значит Здесь Мы работаем Эффективно И самые Успешные Люди Которые Хорошо Этому Научились Так Как Будем Значит И вот Эта Задача Всего Ли задача Педагогическая Она Решена Решение Описано Применяйте Никакого Обмана Сто процентная Честность Сто процентная Эффективность Узновавлуса Вот У меня тут есть Слад Я расскажу Рассказать вам Или Просто Это Описано В книге Мне не хочется Время Очень Просто Я Применошу В старших Классах Не в начальных В начальных Тоже В старших Классах В выпускных Классах У меня есть Такое Понятие Светофор Это Линейка Или что-то Имеющая Красный И зеленый Цвет С двух сторон И есть Два Разных Типа Абсолютно Устных Опросов Один Опрос Творческий А другой Опрос По Так называемым Базовым Листам Контроля Приемы Разные В каждом Начале Каждой Темы Я вешаю На стенку Базовый Лист Контроля Здесь Описаны Все Те Вопросы Которые Ты Обязан Ответить Я Даже Тройку За это Не поставлю Как Я Не ставлю Тройку За то Что Ты Бабу Любишь Не ставлю За эту Тройку Не ставлю Это Государствен Имение Год Добрый Это Знаю А Нижний Под Чертой То Что Должны Знать Тех Кто Хотят Знать А Вот Это Абсолютно Обязано Я Это Проверяю Разными Способами Которые Которые Они Все Благодарны На Вузы Поступают Не Опрос По Базовым Листам Я Начинаю Задать Вопрос В быстром Темпе Ну Например Каких Единиц Смеряется Сила Например Вют И Они Все Обязаны Показать На Светофор Либо Зеленый Значит Знаю Либо Красный Не знаю Все Сейчас Скажу Почему Они Показывают Если Кто Не Показал Он Виноват Если Один Два Человек Начает Обманывать Прижать Легко Тяжело Дальше Посмотрите Я могу Спросить Могу Петерых Спросить Ты Скажи Такой Простой Вопрос Один Ответил Остальные Услышали Зачем Если Вопрос Посложен Например Нужна Формула Закона Ньютона Он Должен Встать Ускорение Равдо Прямо Пропорционально Силит В сумме Сил Действующих На Тело Обратно Пропорционально Массе Ответ Вот Пример И Тогда Могу Теперь Вопрос Почему Не Обратно Вы Скажете А они Будут Все Зеленые Сказать Очень Просто Если Он Показал Зеленый Я Спросил А я Могу Пять Шесть Человек Спросить Я Не Ставлю Никакой Ответ Но Если Ты Показал Зеленый Я Спросил Ты Не Ответил За зал Получаешь Другой Вопрос Зачем Рисковать И Поэтому Лучше Показать Крас Отказаться Но А Здесь Каждый Должен Ответить Потому Что Ему Нужно Отреагировать Дальше Если Не дай бог Обманул Год Два Работаешь Настраиваешь Систему На Треть Старшим Младшим Говорят Лучше Не Связывайся Потому Я Каждый День Буду Спрашивать Каждый Урод Буду Спрашивать Того Кто Обманул Ты У меня Извини Под Колпаком И Начинается Им Выгодно Показать А не Знаешь Или Сомневаешься Даже Даже Сомневаешься Покажи Красный Я Пальцем Погражу Главное Здесь Что Я Знаю Что Ты Не Знаешь И Он Знаешь Что Я Знаешь А Если Два Раза Или Три Раз Показала Дорогой С тобой Отдивидуальный Разговор Что У нас Не Так Королевство Если Творческое Вопрос Например Галка Сидит Высоковольт На Линия Не Убивают Почему Не Убивают И Здесь Зеленый Тоже Каждый Обязан Показать Зеленый Или Красный Зеленый Хочу Сказать Красный Не Хочу Сказать Если Я Спрашиваю Зеленый И Говорит Ерунду То Ничего Страшного Это Была Творческая Попытка Но Если Он Говорит Правильно И Обоснованно Оценка Всегда Только Пятерка Четерка Если Она Для Положить Творческий Можно Получить Творческий Творческий Все Отрицательные Эффекты Снимаются Это Один Прием Из Сотек Который На самом Биле Работает Взаимно Проникает В книге Я Сразу Книгу Покажу Некоторые Здесь Подходили Говорили Это Книга Преем Педагогической Техники Это Единственная Методическая Книга Для Учителя Поправьте Меня Вдруг Я Тиражи Сейчас Вышел 15 Я не знаю Как продается В основном Тиражей Уже Не продается Жалко В этой книге Она есть В магазинах Она есть Два Тиража Без подписи Лицензии Со мной Бандитских И куча Конечно На Ксерина Что я ездил Когда Когда Вышел На Ксерина Меня С радостью Уговорили В Горону А мы Отксерили Вашу Книгу На Все Школы Даже Не Понимая Что На Городавтор Ну не важно За счет Вот Да Это Единственная книга Которая вышла Я считаю Это мизерный Тираж Но 80 тысяч Издатель мне сказал Что хороший Тираж Для методической Литературы Считается 4 тысячи Это 80 Это абсолютный Рекорд По России Как мы и сказали Но тем не менее Я считаю Что этот тираж Мизерный Для такой книги Она должна быть Ну почему Каждому Читает Нет А вот Пиратские Конечно Где-то Наверное Ходят В этом Я никак Не знаю Это значит Давно Была всякая Да Конечно Вот Значит Итак Далее Смотрим Я просто хочу сказать Открытые Либо закрытые Задачи Ставить По главу Образования Закрытые Задачи Тоже Должны Оставаться Я не сомневаюсь Несколько Фраз Это Альбер Камю Французский Писатель Философ Школа готовит Нас к жизни В мире Которого Не существует Это было сказано В середине Прошлого века То есть Я хочу сказать Что те проблемы Которые здесь Сейчас мы обсуждаем Они уже давно Передовые мыслители Об этом давно говорили А вот что говорил Мануил Кам Учить нужно не мыслям А мыслить Разные вещи У нас Все образование Фактоцентричное Бить побольше фактов Потом на вечере встречи Через два года Я беру Собираю Отличников И провожу с ними тест Фактов Школьных учебников Вы бы знали Что так получается Специально Подбираю Какие-то мелкие факты Либо факты Которые нужно объяснить Например Я спрашиваю Корабль железо Тонет или плавает? Тонет Корабль железный плавает Почему? Это все элементарные знания Которые должны были знать Законы Архимеда И так далее И наконец Воображение Важнее знания То что говорил Альберт Эйнштейн И наконец Мартин Лютер Кин Говорил Мы должны помнить Что интеллект Это еще не все Интеллект плюс характер Вот цель образования Это истинная правда Вот Итак Открытые задачи Какое отношение Они имеют к воспитанию Это стремление К познанию И самостоятельности Это критическое мышление Что дает защиту От манипуляций В социальном мире Что очень важно Это полимодельность Которая приводит К толерантности В основе лежит Толерантности То есть Национальные проблемы Нужно решать не так Что дети Все нации равны И так далее Да если ему дома говорят Противоположное Вы никогда Это не переломнете А нужно давать тоже Так чтобы человек сам Чтобы у него формировалось Такое мышление Что иначе он Подумать не может На самом деле Значит Я бы вам рассказал Если будет время Я расскажу Как через задачи Я толерантность Вот национальную Толерантность Перевал здесь Значит Привычка Если вы спросите Привычка Задачи Восприятию Мира То есть Это дает оптимизм Избегание Неконструктивных конфликтов Ответственности И так далее Я говорю Неконструктивных Потому что Я категорически Противник Вот этих розовых Не знаю Как назвать Хочется ругнуться Иногда В психологических журналах Глянцевых Пишут там Как прожить жизнь Без конфликта Да если вы хотите Жить без конфликта То вы растение А не человек Да То есть Жизнь такова Что иногда Нужно и показать себя И в конфликт тоже вступить Извините Конечно Да И наконец Спокойное отношение К ошибкам Это слабость Наша учительская Профессиональная болезнь Учитель страшно боится Потерять лицо Оказаться И так далее Когда вы решаете Открытые задачи И часто не знаете Сами решения То у вас тоже Формируется спокойное Что вы просто Более компетентны Вы больше знаете Больше умеете Ну так должно быть Если вы учите Но ученики Начинают вас уважать Потому что вы Рассуждаете вместе с ними А не то что у вас Книжка с ответами А у кого-то без ответов Это две психологически Разные позиции Образование По сторонам На закрытых учителях Учитель Ученик По разные стороны От задачи находятся Учитель всегда прав И там авторитет статуса Как иногда говорят Учителя Старая закалка Это не от возраста Зависит от состояния души Что Она обязана Меня уважать Ну там После конфликта Какого-то Я вот эту картинку Помню Я говорю А почему обязана На самом деле Уважать А вот не почему И так далее А я И своих детей Так воспитываю Что Вы превентивно Должны к всем Людям Относиться положительно Пока вы не знакомы Но если человек Демонстрирует Что он плохой человек И так далее Так к нему и относитесь Почему вы обязаны Человек может встретиться Везде, где угодно Это может быть Учитель, директор Ваш Кто угодно Откройте глаза Надо адекватно воспринимать В мир люди есть разные Это же правда А говорим неправду Натыкаемся опять На то, что нам не верят И так далее И когда на открытой задаче То мы по одну сторону Баррикады Даже если я знаю ответ Мы все равно По одну сторону Баррикады Потому что я должен Оценить их решения Которые иногда Бывают интереснее Чем даже ответы Значит Или даже неинтереснее Но чем-то интересно Я должен Диалог так построить Право на ошибку Умеет и учитель И ученик Я давал На прошлой неделе Интервью Есть такой известный Поэт Дмитрий Быков Феерическая личность Очень интересный Талантливый человек И вот Этот человек Первое впечатление Было такое Я вышел Мне позвонили Ну как тебе Быков Я говорю Это человек Который вообще Даже на секунду Не думает Какое он оказывает Впечатление на окружающих Он уже давно выше этого Просто естественно живет И вот Быков Поем книжки По сумму Прямо в прямом эфире Люди слышат Открывает Начинает Потряска Наши отрезки Попадает В просаг И говорит Я не понимаю Я вообще медалист Я там отличник И так далее У меня красный диплом Я не понимаю Держи Это можно научить Я говорю Да можно Открывать следующую книжку Там решает задачу Я написал Учебник по отрезке Так вот С этой задачей С автором Там задача с автором Я даже его не спросил Какого-то Она контрольная ответа Она без ответа И он начинает ее решать В эфире И говорит Это невозможно Это просто невозможно Ее решить Тут же вот Полный тупик А какой ответ? Я говорю Я не знаю ответа Он говорит Как? Я говорю Ну так вот Так получилось А можно ее решать Ну давайте Прямо порешаем Я прямо Показал Как ее решить Показал решение Я потом позвонил Со автору Спросил Такое решение Он говорит Ну да Она так примерно Была решена Он был поражен Неужели Это можно научить Но можно Оказывается Вот открытая задача Что на сегодняшний день Сделано Издано Большое количество Книг Журналов Статей На эту тему Первая книга Великолепная Книжка Она пересдавалась Новый раз И тут появился Изобретатель Тактичка Гея Красавловича Альшулера Его основоположник Атрис Его литературный Псердоним Он написал Этот фентастер Альтов Значит О том Как приходит Изобретатель Решает Тую-ридную задачу Задачи там Как сказать Подделанные Адаптированные Некоторые из них Там С какими-то Может быть Глубокими Физическими Ошибками Но это не важно На самом деле Тут важен Именно Способ мышления Вот Не все книги Здесь нет От этих вот последних книг Потому что Слайд не изон Там Многие эти книги Переведены Вот допустим В прошлом году Мы издали Задачи сказки Сейчас она издана Уже в Китае Значит В Южной Корее В Соединенных Штатах Америки В Чехии В Польше Значит На очереди Японцы Позвонили мне На прошлой неделе Что они сделали Подсрочный перевод Им понравилось Сейчас хотят Переводить художественно Значит И на очереди Тут еще А В Малайзии Должно быть уже в октябре Вот на днях Должно быть На английском языке И в течение года На языке Малай Должно быть еще Вот Идут переговоры С Таиланом То есть Это интересно Люди чувствуют Что это вот то что надо На самом деле Да Самое интересное Что ни с Академией наук Ни с Мистерством образования Ни с Академией наук Я не получил никаких предложений Никаких Вообще Россия А это Международная Ассоциация 3 создана Сайт Есть сайт Сейчас у меня Конечно Да Сейчас в Америке У нас президент Абериканец Но он вышли на 30 лет здесь Жил там 30 лет Жил там 30 лет Ассоциация была Еще не международная А просто советская Ее сделал сам Геннадий Солдович Академия Потом понятно Умно Потом Были разные Биения В конце концов Мы организовали Международную Ассоциацию Сейчас у меня 30 стран Находится Вот я как раз Вице-президент По вопросам образования Конечно Можно Может быть в конце Здесь есть Вы что-нибудь придумали Итак Слоган Под которым Мы воспитываем Наших детей Я под детьми понимаю И взрослых Те кто насущен Открытый мир Всегда задача Решает Ждет тебя удача Вот Этот стишок Я сам понимаю А вот Основной сайт По педагогике Это сайт Лаборатории образования Для новой эры Самый большой сайт По креативу Образованию Вообще На территории Бывшего Советского Союза У нас сейчас есть Мы сейчас в Америке Тоже делаем сайт Но он больше продающий А сайт Как библиотека Осталось мне сколько минут Пять даже А пятнадцать Вы должны будем Показывать Ну хорошо Видите я почти Это самое Вложиться Пожалуйста Давайте тогда На этом мы закончим Потому что Я же могу Каждую тему И за пятнадцать Могу за бесконечность Так что меня наоборот Останавливает А у меня А у меня По педагогике Сейчас не вспомню Про толерантность Очень простая Это тоже педагогическая задача Абсолютно Значит Я один раз в жизни Был этим Классным руководителем А кто мне уже Не доверяют Я повел детей Себеклассников Планетарь Помните Был такие вещи И там в качестве Журнала Показали О жизни народа В северах Когда показали Чукщи Что там творилось Ну эти дети У тебя анекдоты Про Чукщи Да Чукщи И вот такие маленькие Бандерлоги Значит Дерхут друг друга И орут Вот там Бандерлоги Да Это просто Да Крэйзи Вот Я смотрю на эту картину Мне очень грустно Да Значит И Я понимаю Что говорить Там сидит Просто из многих Школ еще Ну как собирали Планетарь Сразу Да Ну Я Домался А что вот здесь с ними делать Ты же иди скажешь Что дети все народы равны Они не будут перевозить Ну бесполезны Правда Вот Поэтому что я делаю Я на следующий Классный час Привожу им задачу Говорю Ребята Представьте себе Крайний север Абсолютно ровная поверхность Берег океана Там было лодки И вот охотники Они вообще Очень смелые люди Они забиваете Горбуни от На маленьких лодочках Горбуни от Огромного Потому что это Обеспечивает Целое поселение Жизнь Но дело в том Что китану нужно заметить А его не видно Издалека С берега Нужно на что-то забраться Там ничего нету Там просто ровно Как бы вы поступили И они начинают решать Ну первое Забраться на плит Я говорю Ну один одному А если два или три А им нужно На высоту метров пять Подняться То это уже Ребята Циркачей надожат Они еще в одеждах И так далее Это я вам так говорю Я ему говорю Ну давайте Ну понятно Что это Никто не может Я говорю Это ребят Мне так просто Снега насыпать Я говорю Алло Пошли на улицу Насыпьте кобыстренько Кучку Такую Что было Три-пять метров И мы посмотрим Что это Да Короче Когда они разбиваются Бутую задачу Я говорю Вот как ее решают Народу крайнего севера А решают Несколько человек Восемь становится Берет одеяло Большое В центр Бужетари И они его Как на батуте Подбрасывают Через несколько прыжков Он подлетает На нужную высоту И оттуда видит Ну понятно Прыжка видит И говорит Есть там кита Или нет кита То у меня с ними Еще несколько задача Показывают Что делают На руках лица Я говорю У вас есть основания Говорить Что вы более умный Вот вы не решили Они решили туда Что-то И так далее Дальше просто Уже какие-то вещи У них уже уши открыты А если бы Просто сказал Есть у вас основания Они бы этого сказали Просто как на есть Понятно, да? Вот так вот Через задачи Просто через ум В работу умов решения Была решена Педагогическая задача Часто воспитательная Вот этой самой Толерантности Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Правда с ребятами На своих занятиях Решать Рассматривать Это, кстати, в открытом доступе Это пиратские, может быть, версии Они не были в открытом доступе никогда Но они есть в книге В смысле Вы про книгу? Ладно, да, да Нет, это не книга В интернете В интернете В интернете Открыто И все публиковано Вот я публиковал, значит, те задачи Которые у нас авторские Но публиковать задачи Генрия Писоулыча Это, конечно, пиратство Потому что наследники Никакого права не давали А, кстати, там написано Что согласие у наследников Тогда может быть Значит, да Это на сайте фонда Альшулина Я не скажу, какой сайт Ну, у фонда есть Там ряд публикаций есть Там задачи с пионерской правды То, что были Там есть У нас есть огромное количество задач То, что можно ребят давать Вот так вот Даже если по одной задачке На урок для разминочки Это замечательно Причем там разные темы Затронуты Очень интересные Вот конкретный сайт Я вам сейчас не назову Потому что Что нам готово было На сайте УВТ Резвая Ку Много задач есть Часть задач Из книг мы вывешиваем Ну, часть Как демонстрацию мы вывешиваем Ну, там много И вывешиваем те задачи Которые присылают нам учителя Наберите три задачи Кстати, если вы сами Вы ссылаете свои задачи Мы их включаем куда-то То мы обязательно ссылку На фамилию дадим Да, кстати, там очень много Авторов указаны Задачи разноплановые А может это Тимохова Самая главная Самая большая Тогда я добавлю Самая большая подборка На сайте сотрудника лаборатории В Трезленд.ком Вот, наверное Тимохов, конечно Да, там нет этих задач Решили Нет А это значит Это друг Да Значит, Трезленд.ком Там самая большая подборка Значит, ну там что дело Вот здесь все задачи выверены То есть мы пропускаем Через редактору Через специалистов и так далее И то может что-нибудь Браться, потому что на очень популярной Литературе огромное количество враней Значит, на сайте Виктора Тимоха Он мой друг и так далее Он знает мои отношения Там очень много левых задач Там решения, которые никуда не годятся На самом деле И поэтому я этим не пользуюсь Если не проверяю Потому что можно зародить Знаете, такое верхоглядство И так далее, и так далее Трезленд Трезленд Трез, слово Иланд, страна